А теперь расскажите нам, как вообще на вас отразится вся вот эта ситуация. В течение 5-7 дней это приведет к полной парализации предприятия и полной остановке. Соответственно, остановка предприятия нашего это один момент. Другой момент, что мы производим социально значимый продукт, и это приведет к неизбежному дефициту в нескольких регионах страны разной продукции. От Владивостока до Ростова наши поставки, а также есть международные контракты. Поэтому пострадают тысячи людей, а если смотреть с точки зрения, кто недополучит горячий хлеб на своем столе, то это миллионы людей. Мы миллионы людей кормим хлебом из нашего продукта, из муки. Что касается Ачинска, если говорить об Ачинске? Ачинск 95%, Красноярск 50%, есть ряд регионов, где 60-50%. Но представляете, половину хлеба с прилавков убрать сегодня? К чему это приведет? Заменить это проблематично будет. Но вас сегодня уже уведомили о том, что вагоны будут приостановлены, прохождение. Вы такое уведомление действительно получили? Да, вот оно письмо. И вы знаете, глядя на него, меня лично поражает следующее. Хорошо, там есть некий конфликт, заложником которого оказалось наше предприятие. Я постоянно работаю как с одной стороной, так и с другой. Пытаюсь найти компромисс, помогая им. Но я точно знаю, что Жилдор Альянс готов исполнять свои обязательства в полном объеме в рамках законных требований. И сиюминутно их исполнит. Я опять же готов со своей стороны даже это гарантировать. Меня поражает следующее. Вот когда я это письмо получаю, смотрю в шапку. 9 предприятий. Вот здесь вот 85-90% экономической жизни города Ачинска. Частного бизнеса. И просто у меня в голове не укладывается, как такое вообще возможно допустить. Я не знаю, какая сила должна вмешаться. У меня нет сегодня ответа на этот вопрос. Но кто-то должен сделать так, чтобы эта дорога работала. Это дорога жизни экономической города Ачинска. Если ее закрыть, мы все... Экономики в городе не будет частной. Я не говорю о наших гигантах, но о тех людях, которые действительно работают. Несут в экономику деньги свои. И тем более мы экспортеры. То, ну я не знаю, для меня это уму непостижимо, чтобы такая ситуация все-таки закрепилась и продолжалась какое-то хоть время. Ни на один день эту дорогу закрывать нельзя. Ее на 5 минут закрывать нельзя. Не то, что на какие-то длительные промежутки, о которых они говорят. Но вы понимаете, да, что это искусственно создающиеся причины, предпосылки какие-то и все остальное. Что все-таки дорога действительно в исправном состоянии и она может обслуживать все ваши предприятия. Ну я думаю, с учетом всей информации, полученной обществом, все прекрасно понимают, что это все эти ремонты и надуманные и так далее, это не более чем предмет шантажа. Субтитры сделал DimaTorzok